Друзья, доброе время суток, на связи как всегда CloudGeo, сегодня мы поговорим о проекте CryptoBlades и расскажу некие фишки, лайфхаки, расскажу как можно снимать токен скилл и не ждать 15 дней, как правильно покупать персонажей на рынке, как правильно их прокачивать, как делать фермы аккаунтов и так далее. Будет очень интересное видео, смотрите его до конца. Ну а перед тем, как мы продолжим, рекомендую подписаться на мой телеграм канал, тут я вымещаю информацию о блокчейнах, о NFT, какие-то новости, свою аналитику, свои отчеты о доходах, также здесь вы можете синхронизировать свой гугл календарь со всеми дропами на всю неделю и он автоматически будет вам напоминать о этих дропах. Если вы занимаетесь NFT, этот канал вам будет очень полезен, ссылка на него будет в описании к этому ролику, подпишитесь, не пропустите. Что ж, давайте начнем и я думаю начать стоит с того, что мне часто задают вопрос, а вот как обузить эту игру, да, есть же люди, у которых есть фермы аккаунтов, как они справляются с этим, как не спалиться, как сделать так, чтобы нас не забанили. И ответ максимально простой, ребят, очень простой ответ. Все дело в том, что в CryptoBates разрешено иметь несколько учетных записей и, как пишут разработчики, это сбалансировано за счет использования временных ворот выносливости, то есть это та выносливость, которая у нас тут есть, да, которая у нас тратится и за которой мы, собственно, не можем нот-стопом воевать. Но разработчики сразу говорят нам о том, что у каждого аккаунта должно быть свое оружие и это сделано с той целью, чтобы какое-то хорошее оружие не бегало из одного аккаунта в другое. И это реализовано тем, что здесь имеется 24-часовая блокировка торговли и передача предметов. Что это означает? То есть, если я передал кому-то из своих зрителей свой меч, то этот меч будет лежать на аккаунте моего зрителя 24 часа и мой зритель никуда его не сможет деть, не сможет ни продать, ни передать. Таким образом, разработчики предотвращают проблему с передачей одного и того же оружия по нескольким аккаунтам. Также на каждом аккаунте должен быть свое количество BNB для того, чтобы оплачивать газ. У меня сейчас два аккаунта и на двух аккаунтов у меня разное оружие и на каждом аккаунте свой счет BNB, которыми я оплачиваю газ и любые вообще транзакции. Вы спросите у меня, как сделать еще один аккаунт. Для этого вам нужно зайти в свой MetaMask, нажать на кружочек и нажать на кнопочку «Создать новый счет». Заполнить все точно так же, как и в первом аккаунте и подключить его к Binance Smart Chain, то есть выбрать эту сеть. Таким образом, у вас появится второй аккаунт, вы можете его обозвать как угодно. Вам нужно будет сюда перевести BNB со своего старого аккаунта или с Binance и вы можете им точно так же пользоваться. Зайдя в проект CryptoBlades, вы можете переключаться между этими аккаунтами и ваши герои, ваше оружие, все, что находится в вашем инвентаре, будет меняться. Давайте теперь поговорим, как можно передавать героев с одного аккаунта на другой, будь то это ваш второй аккаунт, или вы хотите передать героя своему другу, или хотите как-то его продать. В общем, неважно, просто как передать можно героя. Значит, в описании к этому видео будет две ссылочки. После того, как вы выберете ссылку того, что вам нужно передавать, в моем случае это будет передача героя, вы попадете на вот такой вот сайт. После этого вам нужно будет нажать вот эту кнопку Connect Tool Web 3. Вам нужно будет ее нажать несколько раз до тех пор, пока у вас не загорится зелененький свет и не подключится ваш MetaMask. После того, как здесь будет зеленый свет, это будет означать то, что MetaMask подключен к этому сайту. Вам нужно будет прокрутить эту страничку до 12-го пункта. И тут вам нужно будет ввести данные ваших кошельков и кошелька, на которые вы хотите все отправить. Значит, в первом адресе мы пишем кошелек, с которого мы отправляем, то есть кошелек владельца этого героя. Я, допустим, вставлю свой первый MetaMask кошелек. Во второй вкладке вы должны вставить адрес MetaMask, на который вы хотите отправить героя. Я вставлю адрес своего второго MetaMask. И последнее, вам нужно ввести ID героя, которого вы хотите передать. ID вы можете увидеть вот здесь. Вот, допустим, у этого героя ID 77151, у этого 1, 3, 2, 5, 8, 3. И вы пишете ID того героя, которого вы хотите передать. Допустим, 7751. 5177151. Вот. И нажимаете кнопку Write. После этого вы подтверждаете транзакцию в MetaMask. И спустя минуту ваш герой отправится на другой аккаунт. И его передача будет осуществлена. Для того, чтобы передать оружие, вам нужно будет сделать практически все то же самое. Только обязательно перейдите по второй ссылке. Потому что если вы перейдете по ссылке передачи героя и попробуйте передать оружие, или наоборот, у вас ничего не получится, у вас выйдет ошибка, вы просто потратите комиссию, ну, в общем, просто заплатите газ, никуда. Значит, если вы хотите передать оружие, вы переходите по ссылке в описании во второй. По второй ссылке я напишу, что это будет передача оружия. Также коннектимся через Web3 и подключаем свой MetaMask. Только теперь мы крутим не до 12 пункта, а до 13 пункта. Здесь вводим все то же самое. Адрес владельца меча, адрес получателя меча и ID самого меча. ID вы можете увидеть тоже вот здесь вот только сверху. Я думаю, с этим вопросом у вас не должно возникнуть. После этого вы нажимаете кнопку write, и оружие попадает на другой аккаунт. Давайте теперь поговорим немножко о продаже и покупке героев. Первое, что я рекомендую, это покупать героев именно на маркете, потому что именно на маркете вы можете выбрать стихию вашего героя. И ваша стихия героя должна соответствовать стихии вашего оружия. Это будет идеальный вариант, особенно если у вас все герои соответствуют стихии вашего оружия. Это достаточно важно. Далее, тут у нас цены будут чуть поменьше, чем если мы просто рандомно попробуем взять себе персонажа в разделе плаза. Но тут возникает такая ошибка, что при покупке у вас просят просто огромную комиссию, где-то 0.3 BNB. Ребята, это не значит, что вы купите этого персонажа, и эту комиссию платить не нужно. Это, скорее всего, ошибка, и просто персонажа, которого вы хотели купить, уже кто-то купил другой. И тем самым просто, ну вот, на данный момент ресурс так показывает то, что, видимо, герой уже продан. То есть он показывает вам огромную комиссию. На самом деле нормальная комиссия при покупке героя должна быть минимальная и должна составлять примерно так же, вот как вы платите газ за то, что вы деретесь с, ну вот, с мобами, да, то есть там где-то 20 центов, но около того может немножко разниться, но никак не 0.3 BNB. Будьте внимательны и смотрите, чтобы у вас такого и такое не произошло, и вы не попали на деньги. Давайте теперь поговорим про опыт и про прокачку героев. Первое, что нужно понимать, это то, что прокачка дает нам больший профит. К примеру, вот у меня персонаж 25 уровня, и когда он повысит свой уровень до 31, мой профит повысится на 13,5%. Важно понимать, что если мой герой сейчас станет 26, а 26 левелом, то мой профит не повысится, или повысится, ну очень мало. Поэтому важно повышать профит именно вот по 10 левелов, да, то есть 11, 21, 31, 41 левел и так далее. Для этого я коплю свой опыт, который вы можете наблюдать здесь, и заберу его в тот момент, когда его будет достаточно для того, чтобы с 25 уровня повысить его прям сразу до 31. Таким образом я заплачу всего лишь один раз за газ, а не каждый день буду платить по нескольку раз. Сейчас на своих экранах вы видите табличку с левелами и тем количеством опыта, для того, чтобы, ну вот, то количество опыта, которое вам нужно накопить, чтобы преодолеть 10 уровней этих. Сразу хочу сказать спасибо моим зрителям за то, что предоставили мне эту табличку. Также хочу сказать ребятам спасибо, которые добавили меня в чат и отвечают на мои вопросы. Если вы смотрите это видео, то вам привет, я думаю, вы поймете, о ком я говорю. Спасибо вам большое, вы мне очень помогаете развиваться в этом проекте. Давайте теперь поговорим, как снять токены скилл и не ждать целых 15 дней, чтобы вывести их без комиссии. Опять же скажу, что эту штуку придумал не я, эту штуку, этой штукой со мной поделились ребята с чата из дискорда, в который меня добавили. Еще раз вам привет. И давайте вернемся вообще к тому, как это все происходит на самом деле. После того, как мы получили скилл, нам нужно прождать 15 дней, чтобы каждый день процент уменьшался на 1. И после того, как пройдет 15 дней, мы сможем вывести все свои скиллы без потери какой-то комиссии. Но есть способ не ждать 15 дней, а всего лишь прождать 7 дней. И заключается этот способ в стейкинге. Значит смотрите, мы заходим в стейкинг, выбираем именно второй стейкинг, это важно. И тут фишка в том, что мы можем запустить этот стейкинг абсолютно с любой суммы. То есть мы можем выбрать 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, там 1, да. И стейкинг будет запущен, у нас пойдет таймер. Вот вы видите, 3 дня, 10 часов, 47 минут. И дело в том, что когда этот таймер будет подходить к концу, или вот сейчас, допустим, я могу сюда докинуть еще немножко скилла. Допустим, вот у меня сейчас есть 14 скилла, я могу 10 скилла сюда докинуть в стейкинг, и этот таймер не изменится. То есть как было 3 дня, 10 часов, 46 минут, так он и останется. И не важно, сколько я буду кидать сюда скилла, вот отсюда, этот таймер будет идти, как он и идет. И дело в том, что когда стейкинг заканчивается, вы можете снять эти деньги себе на кошелек и не заплатить комиссию. И более того, вы еще получите 10% себе на игровой счет, который нельзя снять, но зато вы можете что-то купить. По-моему, это очень крутой способ, поэтому я всем рекомендую, кто участвует в этом проекте, уже сейчас поставить стейкинг, ну, включить таймер, да, вы можете, повторюсь, это сделать абсолютно любым числом. Вы можете поставить 0, там, миллион, нулей, один, и ваш таймер стартанет, и после вы просто сможете сюда докинуть то количество скиллов, которое вам нужно. К примеру, вот у меня сейчас стало 0 скиллов, да, я все свои скиллы переместил в стейк, и, как вы видите, таймер никуда не делся. Он как был 3 дня, 10 часов, так и остался, и более того, мне еще пришли подарочные скиллы на счет, за которые я могу теперь купить оружие или героя, или еще хоть что угодно. Поэтому пользуйтесь этим способом, мне кажется, это очень выгодно и очень удобно, не ждать 15 дней, а ждать всего 7 дней, и еще получать какие-то плюшки за это. После того, как таймер пройдет, вы просто переходите во вкладочку Unstake, и пишите то количество скиллов, которые вы хотите забрать, они поступают вам на баланс, соответственно, вы можете их поменять в метамаске на BNB, вывести на Binance, и делать с ними уже что угодно. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезно, и вы подчеркнули что-то новое для себя, что-то интересное, если так, то поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, я буду на этом заканчивать, с вами был Коуд Гео, всем удачи, всем профита, всем пока.